добрый день дорогие друзья вот прошла еще одна неделя наступает новая неделя скоро наступит с понедельника я ухожу в отпуск и поэтому настроение у меня отличное соответственно постараюсь видео снимать до конца года немножко побольше а у нас неожиданно оттепель которая спустилась на вологодскую землю в начале недели сдернула часть одеял с крыш оголив их естество и завернулась неприметливые формы рулона ну вот теперь дала нам возможность почистить питомники успел почистить в этом отсеке который у вас сейчас находится на реконструкции знаете успел почистить в этом отсеке который следующий этап реконструкции но к сожалению молодых почистить не успел отложил на завтра на следующий день но на следующий день уже опять наступила зима и вот такими температурными качелями солнцем снегом оттепелями и невысокими не низкими температурами радуют нас в этом году зима не обошлось на этой неделе у нас без потерь кто смотрит видео был у меня тут мой белый голубь которого не стало который пал естественным отбором клещей от когтей ястреба и только лороны оповестили меня находясь высоко на деревьях что это этого голубя не стало и что он подвергся атаке и уже не жив подойдя буквально вот здесь на дорогу взлетел ястреб с этим голубем и вороны последовали за ним соответственно охрана объекта со стороны ворон не произошла и мы потеряли голубя но сейчас а и голуби разлетелись из собирались чуть ли не до сумерок все пока на месте соответственно у нас сейчас из 16 голубей осталось 15 много вопросов и пожеланий мне давали по поводу гона принудительного но сейчас я такой возможности не имею птица не готова к принудительному гону абсолютно и та птица которая готова к голуби они сами подрываются и сейчас мы в небе можем наблюдать вот ушли они уже трех-четырех голубей которые сами взрываются и уходят в небо ну а вот эта толпа тоже летает но не так активно и наверно вот и по длине я их все-таки разгоню они пытаются летать но это вот позняки которые не линяют то еще еще до конца некоторых хвосты не перелиняли ну вот не видно вот летают не к сожалению сейчас короткие приходится вы брать из этого по максимуму что не всегда получается по максимуму светового дня чтобы сделать больше работы но в этот раз мы с вами будем работы все производить непосредственно внутри питомника вот этого отсека где у нас сидят голуби гея убрал перегородки где я убрал стойку даже менять полы за да вы не удивили не ошиблись будем менять полы и панера это куплено специально для замены полов для увеличения толщины пола а пол у нас будет необычный господа товарищи мои друзья и то есть все кто смотрит канал а пол у нас вот на самом деле необычный мы сделаем подарок на новый год нашим голубям и сделаем для них для них инфракрасный теплый пол и некоторые наверное сейчас удивятся или покрутят виском у виска и скажут он сошел с ума но давайте я вам попробую объяснить почему это делаю во первых это я смогу демонтировать если мне не понравится во вторых я делаю это для того чтобы циркуляция во первых была лучше циркуляция воздуха непосредственно в этом отсеке если мне понравится сделаю том и в том но не на не в этом году целую было лучше циркуляция чтобы суши был воздух и чтобы поилка которая стояла на теплом полу на панели теплого пола на полу вот она не замерзала мы посмотрим что это у меня получится из этого получится поэтому не обессудьте если что-то буду делать не так обязательно меня поправьте выслушаю любое замечание мнение советы всегда прислушиваюсь и делаю если они конструктивные и так приступаю к монтажу не к монтажу подготовки к монтажу во первых мы навели здесь порядок и вот уже практически чистые гнезда чистый пол без помета и остатков какой-то пищи это пищи здесь никогда не остается убрали перегородку и качество установочного кадра как я сказал стало лучше стало больше воздуха стало больше больше кислорода стало чище просторнее прозрачнее именно именно в этом отсеке мы сейчас будем монтик подготавливать монтажу теплый инфракрасный пол для этого нам надо вырезать еще сюда пол еще один положить примере все поставить поставить вот здесь стенку то есть выпилить фанеру и вот этот кусок участок каким-то образом зашить держалась без особых проблем а и и Закрыли пленкой, сверху по инструкции, начинаем вселить фонару. Первый лист. Сейчас пока просто нажимляем. Чтобы пол встал, не отходил, чтобы он встал нормально. Монтаж пола произошел, пока еще не крепили, только в некоторых местах закрепили. Есть прогрешенные щели, придется закрывать рейкой. Не знаю, почему отпиливало все правильно, ровно, но видать, стены все равно ходят или неправильно. Геометрия чуть-чуть, какое-то расхождение. Но мы эти недостатки геометрически устраним. Ну а сейчас начинаем монтаж электрики, датчика, реле, регулятора, нагрева теплого пола. И входим, так сказать, в конечную фазу, в окончательную. Никогда я так не делал. Первый раз занимаюсь этим полом. Хорошо, что есть интернет. Неделю читаю, а потом воплощаю в жизнь. Делаем вырез. Вырез делаем. Так. Делаем. Делаем. Не бывает без проблем. Сбился с датчик вот этот реостатик. Что теперь делать, я не знаю. Как-то решать проблему. Вот он. Так. Это сейчас. Вот так, да. На первый взгляд, все кажется просто. Но не тут-то было. А сегодня еще у тещи день рождения. Поэтому все сыпется из рук. Потому что дома уже нервы. И, наверное, видео-то у меня сегодня не выйдет. Вот так. Вот так. Так. Ага. Вот так. Так. Сейчас мы это вот поставим. Вот это в ноль. Просто протёщу вспомнить иногда. И все будет хорошо. Так. Вот это закручиваем. Болтик. Болтик закручиваем. Вот так. Так. Здесь у нас. Вроде все так. Ну вот. Все подключили. Загорелся огонек. Но сейчас мы пока оставлять это ничего не будем здесь включенным. Сейчас кормим голубей. А как будет работать наш пол. Вы, конечно, увидите. Все. Собираемся. Теща на день рождения. Ну вот, дорогие друзья. Короток и недолг зимний вечер. И в 15 часов 35 минут уже темно практически. Уже садится солнце. Но, несмотря на это, все свои планы, что мы с вами поставили на этот съемочный, так сказать, день. Для вас он пролетел очень быстро, незаметно, я надеюсь. Ну а для меня работа доставляет всегда удовольствие. Когда ты четко понимаешь, для чего ты делаешь ее. Как ты ее делаешь. И каков будет результат. Спасибо, что досмотрели меня. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, кому это интересно. Без зависти и честно всегда ваш влетный дачник. Не теряйте меня. До следующей недели. Ну что, теплее теперь у вас будет, да? Да, 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 да.